В Карагандинской области задыхаются от пыли. В одном из сел с местной гре с ветром несет все шлаки. Золу обычно заливают, чтобы ее не раздувало по округе. Но сейчас ремонт, и это делать почему-то перестали. Теперь сотни гектаров пепла разносят по всему поселку. Люди уже начали закупать респираторы. Все подробности узнаем из сюжета Игорем Бухтаевой. Это пыль, прикинь, какая страшная вообще. Труба вообще, поселок не видно. Жители поселка Топар теперь пристально следят за прогнозом погоды. При малейшем ветре тут же закрывают все окна и двери. Главное – переждать так называемую зольную бурю где-нибудь в помещении. У меня подростки здесь гуляют, я всегда очень переживаю за них. Последние разы, вот эти сильный смог, я звоню и говорю, чтобы они прятались где-то в магазинах, еще где-то. Потому что дышать невозможно. Даже хотим с мужем респираторы купить, чтобы в такие моменты дети не дышали. Потому что я переживаю, это же все не только грязь там, это же все идет в легкие. Вот дома ужасно, все, слои грязи, пыль вот эта серая. Это все страшно. Густой пепел ветрами приносит золоотвала, что расположен близ поселка. Он принадлежит местной ГРЭС. Золу, которую складируют на сотнях гектаров, в последнее время перестали заливать водой. Поэтому ее разносят по округе. Сколько нас будут тут травить? В течение, наверное, трех лет. Мы хотим попросить, чтобы в течение этих рекультивационных работ все-таки смачивали площади золой, чтобы не дуло на поселок. На нас идет не просто пыль. На нас идет, нас накрывает облаком золы. А зола это страшное, зола это радиоактивное. Поэтому мы все очень обеспокоены. Невозможно на улице находиться. На предприятии признают, золу действительно перестали заливать водой. Но, говорят, иначе нельзя. На ГРЭС затеяли большую стройку. Расширяются. И если все залить, техника просто увязнет. Работу придется остановить. А у них сроки. Людей просят понять это. Все должны закончить до конца года. Рекультивация делается для исключения пыления золотвала в будущем. Для этого приняты меры по осушению. Для того, чтобы могла строительная техника проходить по зонам пляжа. Рекультивация включает укладку водородного слоя. По всей площади это около 187 гектаров на четвертой секции. С последующим высаживаем растительность. Жителям только остается надеяться на смену направления ветра. Впрочем, в департаменте экологии после жалоб все же начали внеплановую проверку предприятия. Результаты обещают обнародовать. Эгерин Бухтаева, Николай Колесниченко, КТК, Карагандинская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова